Чёрные кители получили только шестеро С первого конкурса стало ясно Теперь каждый сам за себя Несмотря на это Оставшиеся девушки подружились между собой И команда стала горой за сушефа Ольгу Медведеву Женя Ныркова снова проиграла на конкурсах Но стала героем ужина Номинировать будет Женя Ныркова Алексей Гнетиенко конкурс выиграл Погулял с девочками И набравшись сил Устроил скандал посреди ужина Роман Смирнов и Иван Лазарев Снова попали в номинацию Но судьи были уверены Выгонять их ещё рано Итак, к следующему игровому дню Чёрные кители Перешли полным составом Смотрите сегодня Тайна ненависти Алексея Гнетиенко К Жене Нырковой раскрыта После вчерашнего ужина Семён Колесников утратит веру Справедливость Даже шеф вначале говорит Одну *** Потом другу *** Семь пятниц И потеряет уверенность в себе Сегодня я что-то теряю Иван Лазарев и Роман Смирнов Весь день будут доказывать шефу Что тот не зря оставил их на шоу Замечательно, наконец, Вань Второй конкурс После серии неудач Женя Ныркова снова начнёт побеждать Я просто только сегодня говорила Господи, сколько можно проигрывать? Ольга Медведева Будет унижена Алексеем Гнетиенко На глазах актёра Сергея Шакурова Я от Лёши ничего другого не ожидала Повара не сделают выводов Из вчерашних ошибок И продолжат игру за себя Что приведёт к серьёзным оплошностям на ужине Так, чёрная кухня Я уже не могу смотреть на это Беспомощное действие Неожиданные кандидаты На покидание адской кухни Кого на этот раз Заставит отжиматься шеф? Принимайте упор лёжа И кто станет первым чёрным кителем Который покинет адскую кухню? Первый ужин чёрных кителей закончился провалом И адскую кухню едва не покинули Роман Смирнов и Иван Лазарев Но шеф решил дать ребятам ещё один шанс И никто не ушёл На самом деле я был уже готов Собрать вещи Я не знаю Меня сейчас все за мафией начнут считать Что я купленный Мне уже второй раз китель бросают Однако такую щедрость шефа оценили не все Каждый новый день на адской кухне Приближает участников к победе А каждый оставшийся участник Отдаляет Давно пора уже минусовать Романа Вообще уже До смешного доходит Мне кажется Просто утягивают за уши Ну если честно Мне кажется Это просто уже не серьёзно Что ты понял Что не угоняют? Не ну А ушли То есть серьёзные Сильные в принципе люди Да Там такие как Сергей Такие как Евгений И если сопоставлять их И допустим Роман Или ту же самую Женю Которую просто тоже достал Уже дальше некуда То есть Я вообще ничего не понимаю И если у Семёна Ничего личного То у Алексея Гнитиенко Как оказалось Совершенно иные мотивы Лёха Гнитиенко Аж дверь разбил Так вот он не обрадовался Что я не ушёл Выяснилось Что с первого дня На адской кухне Алексей положил глаз На Женю Ныркову Что касается Лёши Как бы Мне от этого Честно говоря Противно Но Женя Отдала предпочтение Небольшому и сильному Алексею А маленькому и слабому Роману С тех пор В немилость Гнитиенко Попали оба И соперник Который перешёл дорожку Смирнов И несостоявшаяся любовь Ныркова Женя Которая строит Звезду Какую-то Непонятно Я вообще Доброе утро Доброе утро Доброе утро Шеф Из-за ошибок участников Ежедневно гибнут килограммы Очень дорогих продуктов Искусство повара заключается в том Чтобы можно было приготовить Вкусные блюда Из бюджетных продуктов И мы сегодня докажем всем Что за небольшие деньги Можно купить качественные продукты И приготовить вкусные блюда Всего за 400 рублей Каждый участник Должен купить продукты Для двух блюд На покупке в Перекрёстке Даётся всего 15 минут Как только вы приедете Я дам отсчёт И за 45 минут Вы приготовите мне Два вкусных блюда Из тех продуктов Которые вы купили Бегом одеваться На самом деле В Москве На 400 рублей Ты ничего не купишь Задача непростая Но ежедневно С этим вопросом Сталкиваются Миллионы россиян Определяться Что и из чего Готовить Нужно быстро На всё про всё У поваров Лишь 15 минут Понятие бюджетное меню У каждого своё Семён Колесников Покупает доступную селёдку Самую вкусную Самую вкусную А Алексей Гнетиенко Выбирает Изысканную фарель Давайте Женя Ныркова Будет готовить Недорогое Куриное филе Спасибо Экономное Да вам А Роман Смирнов Предпочёл Более дорогой Вариант Говяжий стейн Только Иван Лазарев Никак не определится Время истекает А его корзина До сих пор пуста Так Решаться Вчера Ольга Медведева Удивила судей Безупречной выпечкой Похоже и сегодня Ольга решила Не рисковать А пойти проверенным путём Яйца Сахар Молоко Ещё вчера Команда чёрных кителей Делала покупки сообща Сегодня Каждый выбирает продукты Исключительно самостоятельно Иван определился А Алексей Уже прибежал на кассу В его корзине Недешёвые форель И авокадо Уложится ли он В 400 рублей Сколько у нас получилось? 386 О, отлично Семён купил сельдбатон-горчицу Обычная продуктовая корзина Рядового россиянина Дайте жвачку ещё Подождите Вложились во время и в сумму И Женя Ныркова И Иван Лазарев И Роман Смирнов Только Ольге Медведевой Всё нет Если она не успеет То её не допустят конкурсу Покупки Медведевой оказались Почти в два раза дороже, чем позволено Мне мука нужнее, чем крахмал Несмотря на скромный бюджет Участникам удалось купить в перекрёстке Не только простые продукты Но и более дорогие Телятину, форель и авокадо Удастся ли им удивить шефа Своими бюджетными блюдами Высокой кухни Повара должны успеть приготовить Целых два бюджетных блюда Оля Медведева не вложилась в сумму И многие покупки ей пришлось оставить в магазине Но именно у безотказной Оли все просят продукты Оль, молочка, можешь на отлить? Олечка, масло у тебя осталось? Ольга, а можно капельку молочка олинуть? Оля, тебе сыр нужен ещё? Алексей Гнетиенко решил выделиться И в качестве бюджетного блюда Приготовить форель с авокадо Фу, есть, я доволен Очень старается Иван Вчера он чуть не вылетел из проекта И сегодня ему вдвойне важно быть на высоте Иван Лазарев попал в чёрные кители почти случайно Ох ты, горе мою Лазарев Иван Ему довелось приложить максимум усилий Чтобы побороть провинциальный подход к работе Старания Ивана подкупили шефа И он выдал ему чёрный китель Лазарев очень хочет победить Но в игре за индивидуальное первенство Бесхитростный Иван не пойдёт по головам Время конкурса истекло И шеф готов дать обратный отсчёт Пять, четыре, три, два, один Мы закончили сервировать блюдо И первым своё блюдо представляет Алексей Гнетиенко Индивидуальные конкурсы Особое испытание для Лёши Ведь если блюдо не удалось То неудачу свалить будет не на кого Алексей представляет своё первое блюдо Овощной салат В качестве овощей здесь чипсы из моркови и свеклы Это лёгкий салат Салатом это сложно назвать И такая подача Ну, то есть, не понимаешь Ты с вилкой и с ножом Совершенно в глупой ситуации Вроде бы надо бы и всё И это всё Вообще, он шеф там всё это раскурочил Не знаю Судьи не оценили старания Алексея Ну, в моркови вкус моркови остаётся Хоть какой-то после фритюра От свеклы вообще ничего не остаётся Чипсы уже я готов Несколько лет И крайне был удивлён Но у Алексея в запасе ещё одно блюдо Жареная форель на жареном манго С яблочным пюре Гнедиенко удивил тем, что вложился в 400 рублей Купив форель и авокадо Но что скажут судьи о вкусе этого блюда? Я наблюдал, как вы жарили форель И я уверен, что она сухая Она определённым образом жарит Это закон на шкуре Переворачивать её нельзя В тот момент, когда она доходит до середины Вы добавляете сливочное масло Таким образом рыба тает во рту просто А не сохнет, как у вас Несмотря на недочёты Блюдо Алексея очень понравилось шефу Мне нравится в целом вот эта идея Что бюджетное блюдо вдруг заиграло красками Но Алексей снова недоволен критикой судей Я с 14 лет как бы на кухне И никогда при мне не жарили так рыбу Потому что она же будет бледная То есть некрасивая рыба Несмотря на ошибки Блюдо Алексея проходит в финал Чем ответит Семён Колесников Это салат из печёной свеклы С сельдью, луком и яйцом То есть это такая вариация Носить сельдь под шубой или... Браво, Семён Когда мы говорим про бюджетное блюдо Мы говорим о детских садах О школах О поликлиниках О больницах И когда вот в больнице тебе принесут Вот так приготовленную сельдь С яйцом и с луком Я бы думал, что это больница какая-то швейцарская Честно тебе сказать И лимонад Супер Салат Семёна отличный пример Как из недорогих продуктов Можно приготовить блюдо высокой кухни Всё очень просто Потому что всё гениальное просто Умница Молодец На фоне первого блюда Второе совершенно разочаровало судей Это французские тосты? Это в молоке? Нет, это батон, да С молоком, сельцом, сахаром Меня не впечатляет Не проходит это блюдо Финальную часть Судьи не рискнули после селёдки Пробовать молоко Поэтому они сразу переходят к блюдам Жени Нырковой Самой экономной участницы Женя вложилась в рекордно низкую сумму И всего за 300 рублей Купила продукты Мы готовим русский салат С опятами и куриным филе А вот это не просто вкусно А очень вкусно Однозначно для меня Да Удивительный салат Она сладкая Женя приготовила слишком простое блюдо Печенье со сгущёнкой Если из печенья делать десерты Это такой реально тюремный вариант Мне кажется, что это за гранью нашей истории Я вас уверяю, в армии вы разорвали бы за 2 секунды Такое как просто воспоминание с детства С благодарностью от всех членов команды Которые исполнили печенье со сливочным маслом Ну конечно это в финал не попадает Простите меня Я больше так не буду Шутки шутками Но салат Жени всё же вышел в финал И дальше идёт Иван Лазарев Он не вложился в 45 минут И успел приготовить только одно блюдо Овощной салат с куриной печенью А листья такие салаты где взял, как называются? Латук Ну чуть-чуть бальзамик Печень хорошей прожарки Замечательно, наконец Вань И Вани на блюдо сразу выходит в финал Ваня настолько впечатлил судей Что они единогласно проголосовали за его блюдо На очереди Роман Смирнов Этого видимо ничего не получилось Да, судя по лицу Наконец-таки я увидел родную больницу В которой я всегда и лежал Судя по первой реакции Членам жюри не понравилось то, что приготовил Рома Но что не так с его блюдом? Можно не пробовать, пожалуйста Это позор Что, не пробовать? Ну это позор Уехало блюдо Да, шеф И мы смотрим Там мусс из фруктов Там банан, киви, яблоко Фик постояла и стал свет Фруктов, которые уже один раз ели Уехало все Шеф дал Роману еще один шанс Оставив вчера на проекте Короче, лоханулся Ольге Медведевой, чтобы вложиться в бюджет Пришлось отказаться от половины продуктов Ньокки? Творожные ньокки с томатным соусом И едим их когда? Как основное блюдо Ньокки Блюдо итальянской кухни Его можно сравнить с нашими ленивыми варениками Я купила творог Добавила туда желток, муку И недорогой пармезан Недорогой пармезан это польский или что? Литовский? Литовский джугас Молодец Мне какого-то объема не достает во вкусе Вот чего-то Это бюджетный вариант У Ольги не получилось то, что она задумала Не хватило денег на продукты Я делаю сливочное грибно Ну что, за эти деньги купить хороших грибов невозможно Есть можно, совершенно спокойно Приготовлено с любовью, но не финал Но у Медведевой есть еще десерт Английский лимонный крем А почему бокал шампанский? Не очень удобно Что-то вы сегодня ворчливые какие-то все Отметь Мне понравилось Мне понравилось И десерт Медведевой попадает в финальную часть Всего в финале пять блюд Но выиграет только одно Самое лучшее Чье блюдо выверет шеф? Итак, Дарья, разрешаю вам убрать одно блюдо Майонез, до свидания Это был салат Жени Нырковой Ну, ничего По крайней мере, это вполне съедобно Сергей Михайлович убирает блюдо, которое приготовила Ольга Не стоит воспринимать это как трагедию всей жизни А Рам Михайлович убирает блюдо, которое приготовил Алексей И у нас остаются два финалиста Иван Лазарев против Семена Колесникова Чье бюджетное блюдо больше впечатлило судей Дарья Михайлович, я не дам вам убрать это блюдо Только вместе со мной Я не дам это Мнения судей разделились Для меня было очевидно, что Иван Семен, вероятно, в этой ситуации, так сказать, конечно, фаворит Иван или Семен И шеф принимает неожиданное решение Итак, по итогам этого конкурса У нас два победителя Это Иван и Семен И они едут в Санкт-Петербург Ура! Я так очень рад, что я выиграл поездку в родной город И я покажу Семену сам этот город А проигравшие сейчас будут заниматься очень важным поварским делом Вручную стирать фартуки и кителя Понятно? Да, шеф! Бегом! Проигравшие отправляются отбывать свое наказание Им предстоит выстирать целую гору грязной одежды Ох, и не легкая эта работа Если девочкам такая работа понятна и привычна У меня дома машинка сломалась, так что все время стираю То для парней это стало настоящей пыткой Да Кто придумал эти доски тут, а? И пришлось наши засранные кителя драить вручную Это вообще жесть там Жесть Она так, блин, мыло руки разъедает Все это нужно стирать, перетирать, блин, замывать какие-то пятнышки Настроение добавляют еще и победители Иван и Семен Они тоже решили отдать в стирку свои вещи Извините, конечно, но вот это вам еще бонус Ну, конкурс конкурсом, а *** нам пришлось вдвоем с Романом Семен, я убью тебя И буду делать это долго Чего ты там? Из одного фартука столько криков Вот они победители Да, вот Сори, ничего личного Особенно Семен меня порадовал У него самый грязный засранный был фартук В мясе, в рыбе, в крови какой-то Идите от суда рома Мерзавцы Вскоре с большой стирки на адской кухне Иван и Семен переносятся в северную столицу Петербург – второй родной город Ивана Лазарева Поэтому он чувствует себя здесь, как дома Тем временем адская стирка на адской кухне Подходит к концу Мы просто отлично стираем Мы все умеем делать Я умею чистить конюшни Я умею убирать мусор Пылесосить Я умею стирать Вот, стирала Процесс закончен А в далеком Петербурге Иван и Семен отправляются В государственный Эрмитаж Самый знаменитый музей в мире В этом музее собрано почти 3 миллиона уникальных экспонатов Победители Иван Лазарев и Семен Колесников Отправились в один из питерских ресторанов Где их встретил шеф Ну что, по всем, ты обедаешь? Ну, приятного аппетита Ну как? Приятного аппетита Вкусного итальянского обеда в компании шефа Победителям пора возвращаться на адскую кухню На ужин Шеф продолжает заботиться об экономии продуктов Сегодня участники будут учиться правильно подготавливать к ужину стейки лосося Хороший повар должен уметь правильно разделывать продукт А как показывает наша практика Правильно разделывать продукт Вы толком не умеете Поэтому следующий наш конкурс Шефы, вносите рыбу Задача участников разделать рыбу на одинаковые порции Весом 170 грамм Конкурс кажется участникам очень простым Они еще не знают, какой сюрприз приготовил им шеф Женя Ныркова очень волнуется Из-за накопившейся усталости она стала часто ошибаться на конкурсах Все почти закончили работу А Олина рыба еще целая Справится ли она? Ольга Медведева, повар-любитель Вошла в шестерку сильнейших поваров первого сезона адской кухни В черные кители Ольгу привели трудолюбие, поварской талант и творческое начало В команде профессионалов Ольге тяжело соперничать с опытными конкурентами Оля, сейчас очнись Попав в черные кители, миролюбивая Медведева была вынуждена осознать жестокую реальность И теперь она тоже, только за себя Тем временем конкурс подходит к концу и поварам пора заканчивать работу Четыре, три, два, один, закончили Первой свою работу представляет Женя Ныркова Маловато, да? Нет, нормально, почему? Принимаем два, но это не пойдет Они должны быть одинаковы Немножко, конечно, разные, но в целом Результат все-таки В целом есть результат хоть какой-то Итак, Женины стейки пять Всего лишь пять правильных стейков из огромного лосося получилось у Жени Роман нарезал не намного больше Шесть порций Что покажет Иван Лазарев? Щедрые стейки от Ивана Ну, лучше на 20 грамм больше, чем меньше Иван Лазарев восемь, Ваня, забирай Разделка лосося технический конкурс Для опытного Алексея Гнетиенко это отличная возможность реабилитироваться за сегодняшнее поражение Вот! Внушительно Не зря вы так радовались, Алексей, когда объявили конкурс Прямо подпрыгивал В моей жизни была очень серьезная практика по разделке рыбы 170 грамм Посмотрите, грамм в грамм Невероятно 170 грамм Это 16 стейков Может, вы можете похлопать Алексею? Ольга Медведева приступила к разделке рыбы самая последняя И практически ничего не успела А где остальная рыба? Ну, зачем тягаться? Я же не смогу разделать так, как Алексей Ну, два Два даже как-то странно какой-нибудь зарубить На очереди очень сильный участник Семен Он уже демонстрировал блестящие навыки в технических конкурсах Что он покажет сейчас? Красивые, все красивые 8 12 Пока у Семена 12 правильно разрезанных порций Догонит ли он сегодняшнего лидера Алексея? 14, Семен, 14 Чуть-чуть ты проиграл Однозначно для меня сегодня поливедил Алексей Гнетиенко АПЛОДИСМЕНТЫ И приз в этом конкурсе Алексей, вы будете гостем моего ресторана «Рыба» в Санкт-Петербурге Класс, да Выбирайте себе любого из ваших друзей Друзья Алексея Гнетиенко Это слишком громко сказано На шоу он успел перессориться, наверное, со всеми Хорошо, сама же говоря, так не нужно Иди в *** Леша, иди в *** Это ваш косяк, Оля Не слышу Все у него там слюни в брюшную сторону И с ним работать невозможно Упор лежит принять Раз Два По мне это чмо, а не мужчина Я не буду плохими словами вспомнить Ну, падла Ну, настоящая падла *** Глобус Это Семен Колесников Семен Колесников и Алексей Гнетиенко Отправляются в Санкт-Петербург Со мной в мой ресторан «Рыба» А все остальные будут ловить рыбу Проигравшие отправляются ловить рыбу Но простая рыбалка была бы слишком легким наказанием *** Значит, версии были таковы Что нам привезут какие-нибудь там тишки, там рыбьи Мы будем на них ползать Роман, что за болезнь? Давай! Давай! Я там Семгу поймал, жопу себе отшил Давай, давай, давай! Семену повезло Он попадает в Санкт-Петербург уже второй раз за сегодня Ой, поездки эти уже Устал я уже от поезда Здравствуйте! Здравствуйте! На правах хозяина шеф лично проводит экскурсию по ресторану И ведет участников адской кухни на свою кухню Кухня, она абсолютно открыта Тем временем необычная рыбалка на адской кухне подходит к концу Победителям выпала честь не просто побывать на кухне ресторана шефа, но и попробовать блюда, которые здесь готовят А шефу и победителям уже пора возвращаться на адскую кухню Сегодня их ждет очень непростой ужин Шеф не зря сегодня проверял, умеют ли черные кители разделывать лосось Ведь вечером вместо дорады на адской кухне гостям предложат два новых блюда Лосось медиум Шеф любит, как я и люблю Еще разе называется, да? Первое – стейк из лосося Второе новое блюдо – тартар из лосося в азиатском стиле Помидор, огурцы, зеленый лук, имбирь, кунжут Все нюансы в новых блюдах поварам нужно запомнить Во время ужина пользоваться подсказками черным кителям запрещено Все, вон аппетит Вкусно? Угу Как суши Это еще не все новое на сегодня Впереди черных кителей ожидает первый мастер-класс одного из известнейших столичных шеф-поваров Я очень много слышала об этом шефе А это большой действительно подарок Айзек Карея – владелец сети ресторанов в Москве, американец Приехал в Россию более 10 лет назад Главный принцип – еда должна быть простой и вкусной Айзек покажет вам мастер-класс и представит вам одно блюдо Это запеченная свекла с сыром таледжио, свекольной ботвой и свекольным соком Сыр таледжио – мягкий итальянский сыр из пастеризованного коровьего молока В принципе, это горячая закуска? Нет, теплая Теплый салат Участники должны не просто повторить то, что покажет Айзек Но и обязательно внести авторские штрихи в презентацию Все понятно? Да, шеф! Свекла запекается в фаргу Сыр таледжио итальянский Чуть-чуть всплесный, но он цаище такой, мягкий Вкус фруктовый, который идет хорошо свекла Сок свекла, муксос Оформление делает разное И немного пепла Правда? И хорошо Вы знаете? Узнать, как кисточка Вам мы дадим каждому 30 минут, чтобы вы придумали этот салат по-новому с этими ингредиентами И мы с Айзеком оценим Время пошло Всего полчаса есть у поваров, чтобы вспомнить и воспроизвести все, что показал американский шеф-повар Свекла со свеклой, вместе со свеклой, свекольным соусом, еще свеклой, свеклой И щепоточкой свеклы Как всегда сосредоточен Семен Колесников К черным кителям Семен Колесников проделал путь от неуверенного провинциала до сильного и творческого повара Семен нацелен на победу Но для достижения цели ему нужна дружеская атмосфера Или как минимум, чтобы никто не мешал Попав в команду черных кителей, Семен растерялся Ему некомфортно, когда каждый работает сам за себя Он не запомнил рецепт салата А уточнять у своих товарищей сейчас бесполезно Каждый занят только собой Никто не подскажет, да? Я не знаю Я тоже с вами не знаю Черной команде уже никто не протянет руки Ведь это может обернуться победой для того, кому помогли Поэтому никто не хочет тратить время на потенциальную победу конкурентов Любая, даже безобидная просьба игнорируется Роман Смирнов сталкивается с этой же проблемой Кто-нибудь кисточку видел? Да Ах... поразговаривали Больше всех старается Женя Ныркова С последнее время ей не везет Сейчас она никак не определится На что делать ставку Приготовить, как показал Айзек Придумать что-то свое Или подсмотреть у коллег Она даже придумала предлог, чтобы проверить Что готовят конкуренты Нужен кому-то сыр? Нужен При этом Женя сама о помощи просит Но если надо другим, не откликнется Тем более, если что-то нужно ее главному конкуренту на проекте Гнитиенко Можно немножко... Я себе выбирала Но тебе много этого? Это же на одну порцию равно много Ну, блин, мне это зеленый Просто пару зелененьких Зеленые мне нужны все Иван Лазарев работает спокойно После нескольких побед Иван перестал бояться экспериментировать В черные кители берут только лучших И он среди них До конца конкурса осталось несколько секунд Пять Четыре Три Два Один мы закончили И строимся Первое свое блюдо презентует Женя В последнее время она не показывает высоких результатов Ее утомили постоянные разборки с Гнитиенко Удалось ли Жене блюдо? Что ты думаешь? Очень красиво Очень простая презентация Попадает в финал? Пропадает в финал Спасибо Мы приглашаем сюда Олю Медведеву Однако Ольга Медведева слишком просто подошла к конкурсу Здесь, в принципе... Очень похоже на то, что ты делал, да? Да Ольга продублировала блюдо Айзека и прогадала Такой салат имеет право на жизнь Но в финале он у нас не победил бы И следующим результаты своей работы представит Роман Смирнов Специй мне не хватает Ну, решать будет Айзек Хочется кушать И Ромина блюдо выходит в финал На очереди Иван Лазарев Ваня решил скреативить и удивить сразу двух шефов СМЕХ Но сюрприз не удался Что за жвачку ты принес нам опять? Это я от Олежа растопил Это выглядит как сопли Ну, блин, просто хотел что-то сделать такое, чтобы не повторялось вообще Чуть-чуть странно Чуть-чуть странно, даже если мягко сказал Баблгам Я бы не хотел это кушать Блюдо Ивана в финал не попадает К шефу идет Алексей Гнетиенко Он, как всегда, уверен в победе Здесь просто светла, соль, оливковое масло Райна Попадает в финал салат Алексей Гнетиенко Осталось посмотреть, что приготовил Семен Колесников Если говорить про Айзека Я был в его ресторанах У него очень просто все Я видел После череды успехов Блюдо Семена может даже не выйти в финал Что скажут судьи по поводу его нестандартной презентации Это больше для файн-дайнинг, да, ресторан, наверное? Такая презентация Шеф думает и принимает решение Семен, вы проходите в финал Итак, в финале всего четыре блюда Но выберут только одно Женя, Роман, Алексей или Семен Кто удивил американского шефа? Роман Да, шеф Твой салат Не попал в финал Блин, все делали примерно так, как он показывал Мне кажется, у меня вот отличалось И осталось три салата И что мы делаем дальше? Осталось два претендента на победу Два непримиримых соперника Женя и Алексей Какой бы ты салат поставил в своем ресторане? И побеждает салат Женя Нырковый Я поздравляю Женю Женя радуется, а Алексей, естественно, недоволен На этот раз шефом с мировым именем У меня есть одно но То есть шеф посмотрел только на тарелку Но он не видел, как она готовила То есть Ну, не умеет она готовить Этот приз состоит из двух частей Вот эта кастрюлька Спасибо А второе Специальный приз Он вас приглашает в свой ресторан И лично вас будет кормить Наконец-то Женя смогла достойно проявить себя И вернуть утраченный авторитет Я просто только сегодня говорила Господи, сколько можно проигрывать И наконец-то меня слышал Господи, я его слышал Тебе надо что-нибудь убирать в ресторанах? В ресторане надо? Нет, нет Тогда готовимся к ужину быстро Времени мало Итак, прошлый ужин у нас провалился в черных кителях Это второй ужин Когда вы в новой позиции В черном кителе И поэтому я хочу, чтобы сегодня этот ужин состоялся Это понятно? Да, шеф! Сегодня очень важный ужин для каждого из участников Иван Лазарев и Роман Смирнов Обязаны смыть следы вчерашнего позора Женя Ныркова снова поверила в себя И рвется в бой В очередной раз доказать свое превосходство Достижения Нырковой продолжают злить Незадачливого лавеласа Гнитиенко Он уже готов на все Ольге Медведевой трудно среди профессионалов И она готова работать, не покладая рук Чтобы стоять на равных с опытными поварами В Семене же пошатнулась уверенность И ему нужно реабилитироваться в собственных глазах Теперь по цехам Сушеф сегодня Смирнов Роман Да, шеф! Рома проявил отличные командирские способности Его талант руководителя уже спасал ужин Шеф дал Роману шанс доказать, что вчера Его оставили не зря Холодный цех Семен Колесников Да, шеф! Шеф решил дать ему возможность отдохнуть Поставив на самую легкую позицию На салаты Горячий цех Женя Ныркова Алексей Гнетиенко Да, шеф Для опытного Гнетиенко Любая позиция не проблема Тем более он будет делить ее С аккуратной и исполнительной Медведевой Но Ольга еще не знает Каким кошмаром Обернется для нее Такое сотрудничество Сергей, открывайте адскую кухню После вчерашнего позора Шеф никому не даст спуску Давай, давай, Ром Начинай Я хочу слышать все сегодня Су-шеф Роман понимает Сегодня ему нужно выложиться даже не на 100 А на 200% Ребятки, давайте Надо хорошо с вами поработать Сегодня будет все отлично У пары Гнетиенко-Медведева Пока все спокойно Давай, ты на пошелок сейчас Я гренки Потом Посмотрим Ты как с пастеризотой готовишь Ну, попробуй Участники на нервах Даже всегда уравновешенный Семен Колесников Семен готовит тартар Новое блюдо в меню адской кухни Я теряюсь Сегодня я что-то теряюсь Су-шеф Роман заметил неуверенность Семена И решил ему напомнить Как готовить тартар Сегодня поужинать на адскую кухню Пришел заслуженный артист России Актер Сергей Шакуров с супругой И вип-стол делает свой первый заказ Я уточку люблю Шарохотился А сейчас хочу вспомнить Уточка замечательная вещь Тут же начинаются проблемы Салаты самая простая позиция А Семен уже не справляется Это может поставить под угрозу весь ужин Су-шеф Роман принимает решение Женя Ныркова на холодный цех Делай два цезаря и не с вас замешивай Я уже привыкла У меня Семена как котика С одной стороны, другая Женька, чтобы она мне не помогла Я мог бы завалиться Добродушная Ольга тоже хотела помочь коллегам на салатах Что ты, не трогай, Цезаря Но тут же резко была поставлена на место Алексея Ты за собой смотри, ссор работает Неконфликтная Оля сбита с толку командным тоном Алексея И тут же начинает ошибаться Она не может сварить пашот Оля, плохой пашот Плохой пашот Извините Быстро делаем Сейчас переделаем Бегом Неужели шеф зря оставил Рому вчера? Мысли об ужасах предыдущего ужина Мешают ему сосредоточиться на работе Вот это что такое? Что это? От стекло Что? От стекло, шеф Что от стекло? Соус Причем здесь соус? Пармезан где? Рома так распереживался, что даже не понял, в чем проблема И начал оправдываться совершенно не по теме Рома, ты не расслабляйся Они тебя утопят сейчас Иди поедешь домой Я понял Я как выжатый ремонт сейчас Работы у шефа сегодня прибавилось Ему приходится контролировать буквально каждый шаг растерянных поваров А тут еще и всегда стабильный Семен удивляет своими примитивными ошибками Вот это что такое? Иди сюда Ну это пленка сверху А почему? Венчиком разболтай А почему? А почему? Нет, же я тебе разболтаю по голове сейчас Семен нарушил технологию приготовления Из-за чего на соусе образовалась пленка Это вообще... Ну короче, плохая работа Сейчас будут гребешки, где гарнир? Но Алексей может не торопить Ольгу с гарнирами Они пока не пригодятся Потому что Иван испортил гребешки Зачем вы отдаете такие гребешки? Гребешков пережариваем давай Это бред какой-то Шеф недоволен Уже второй ужин черных кителей может закончиться полным провалом Что уже начинается? Торможение какое-то Алексей, идите сюда Да, шеф Вот это что такое? Это в духовке подпарилось Алексей так закомандовался Что едва не выдал в зал горелую бумагу вместо гренок То есть люди будут есть полная вот эта вот горелая бумага, да? Нет, холодный цех может выбрать Холодный цех может выбрать? Нет, я не верю, что холодный цех может выбрать Переделывайте все Но Алексей, конечно же, не виноват Ребята мне с холодного подкинули гренки, которые у них остыли И там они лежали на салфетке и фольге И когда я грел, там немножко подпалилась салфетка и шеф разозлился Гарниры сложный участок Тем более, если один работает, а второй командует Гнетиенко все свалил на Медведеву И она допускает ошибку за ошибкой Оу, кто пашот делал? Я делала пашот Переделываем этот ужасный пашот Что с этим сейчас делать? Как ты пропустил этот пашот? Не досмотрел сейчас Все, открывай рот, заезжай пашот свой, заедай Так, делаем новый Оля так увлечена бесконечным перевариванием пашотов Что ей совершенно некогда следить за карбонарой И чем только занят ее напарник Алексей Я спросил карбонара, выгодите 12 минут, где карбонара? Ставлю Закинула? Нет, не закинула, я грею, делаю пашот Я ее освободил от большинства работы, чтобы только были заказы Она была медлительная, я там успевал отдавать 4 цезаря За это время она всего лишь делала одну карбонару Тем временем поступил первый заказ на спецпредложение от шефа Стейк из лосося А на горячем остался только Иван Роман возвращает сильного повара Женю обратно Женя на горячем Во время ужина выясняется, что Алексей Гнетиенко допустил серьезнейшие ошибки, когда заготавливал лосось Кто это разделывал? Лосось у нас остался с конкурса Алексей, вы понимаете суть спецпредложения от шефа? Да, шеф Лосось Если он будет со шкурой там, то я с вашей шкурой Я понял, шеф Все псу под хвост Халатность Алексея подвела всю команду Он не стал перепроверять стейки И сейчас половина поваров вместо того, чтобы готовить, разбирается с рыбой Шеф, это не знаю куда, я не подходит Алексей, видите, вот так заготавливаю Куски были хорошие Сейчас полетит сковородка в тебя, если еще раз ты начнешь оправдываться Я не оправдываюсь Если уж оправдываться, если оно надо, то я проглядел там Ну, пару-тройку, значит, там, стейков Провал спецпредложения Удар по репутации шефа Но Алексею не до этого Ему нужно контролировать Олю Замути картошку Леш, я пока не успеваю, я пока не отдам карбонару, я не смогу Ну, карбонаро с картошкой идет, с лососем Как там с пастой, карбонаро? А, шесть минут Ваш цех, сегодня ризотто паста будет работать, я не понимаю Да, что ли, шеф Ой, ужас, ой, кошмар Черные кители, команда профессионалов А заказы задерживает, как в первый ужин Гости в ресторане шефа сидят голодными Все-таки хочется дать ризотто А тут обнаружилась еще и проблема с соусом для Цезаря Вот этот соус только Я готовил, шеф Давай попробую с тобой Да? Что? Какой вкус? Сегодня явно не Олин день Она забыла положить в соус важный ингредиент Анчоусы Все, сейчас в Цезаре закрываемся? Нет, шеф А что мы будем делать сейчас? Анчоусы туда добиваем? Да, шеф Бегом, у нас времени нету Игра за себя обернулась против участников А они перестали общаться и допускают элементарные ошибки Начиная с заготовок Так, черная кухня построились все Я уже не могу смотреть на это сегодня Да, шеф Беспомощное действие Вчера шеф дал еще один шанс черным кителям И никого не выгнал Но сегодня он, похоже, настроен решительно Все построились Остановили панику сегодня Я вас прошу продолжить нормальный ужин Я уже не могу на это смотреть Это понятно? Да, шеф Вперед Собрались! Шеф дает последнюю возможность доказать Что он не зря выбрал именно этих поваров В шестерку сильнейших Только Алексей не может работать спокойно Он уже просто достал всегда уравновешенную Ольгу Чавеля мало? Ну добавь еще Постоянный прессинг-гнитиенка отвлекает Олю Она продолжает ошибаться Ты выбросила порцию? А что спрашиваешь? Ой, это кара Да, шеф, я выбросила, а переварилась Переварилась? Да, да, одна порция Одна порция, пожалуйста, выбрасывай вот сюда Я видел и знал Хорошо Еще один пашот, а что с ним не так? Порвался Оле и так тяжело даются пашоты А тут еще и Семен сегодня тормозит процесс Порвал пашот Ну ладно, что же теперь Проткнул, поткнул Немножко подустал Что у меня с ВИП-столом? Что у меня происходит там? Ставим Горнир Должно готовиться все Сейчас будет Что-то у меня слюна уже прошла Давайте уже есть Шеф решил проверить, что случилось на горячем участке Голодный ВИП-гость никак не дождется свою утку Блин, ну все, она у меня опять остыла О, щит Где утка? Но утку Ваня пережарил Гостю придется еще немного подождать Сейчас пашот отдаешь и ставь Ризотто Однако сегодня гостям приходится ждать не только утку Алексей и Ольга задерживают ризотто Я не понимаю, я ризотто сказал 8 часов 15 минут Сейчас 8 часов 50 минут Шеф, Ольга должна была поставить ризотто, но она передела постоянно пашот Алексей снова переводит стрелки У Медведевой это вызывает уже только истерический смех Крутите вот эту сковородку, как он крутит Она испортила пашот Смотрите, как круче сквозь Нельзя Ольгу поставить на гарнир, а тебе делают ризотто Шеф видит, что Ольга разрывается между заказами И велел Алексею заняться ризотто Но тот продолжает руководить Оля, ну давай, ставь три ризотто быстрее Два ризотто Два ризотто ставлю Покурату с водой Что же ты делаешь? Оля, посмотри баклажан, я режу картошку Хорошо С тебя картошка на утку Алексей сгрузил на Ольгу всю работу А сам просто наблюдает, как Оля выполняет его указания Мы справляемся? На черной кухне новые перестановки Команда, стоп! Да, шеф! Женя, на кондитерский цех, Семен на горячий цех Бегом, 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 бегом! Но сильный повар Семен сегодня сам не свой Он отказывается идти на сложный горячий участок Блин, я сейчас, если я сейчас стану на горячий Я там собью все, я не в курсе, понимаешь? Иди на десерты А Ольга все пытается сварить ризотто Который шеф поручил делать Алексею Почему он так и не взялся за это блюдо В команде никто не понял Когда Ольга варила ризотто И делала пашоты И делала пасту Я просто не понимал, почему она делает, она А он делает гарнир Не, ну я от Леши ничего другого не ожидала Ты считаешь, что вот такие грибы так пожаренные дадут цвет? Нет, шеф Кто их жарил? Предыдущие заготовки были очень плохо пожаренные Я добавила Кто делал заготовки на грибы? Вот так? Я, шеф, делал заготовки на грибы Я каждый раз говорю, не делайте заготовки на грибы Каждый раз говорю Каждый раз вы делаете Потом получается вот то, что ризотто Полетит вам в голову и мы закроем пункт Это уже третья ошибка, допущенная при заготовках На этот раз Иваном А исправлять эту ошибку Ольге Выковыривай давай грибы оттуда Да, 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 шеф Что еще поставь, поставь, поставь Слушай, я пожарю грибы Ну они не жареные Я пожарю грибы Жарь, они не жареные Я пожарю грибы, Леша Начинаются у тебя вот плохие грибы У тебя вот это все За собой посмотри, е-мое Вывести Ольгу Медведеву из себя нелегко Но Алексей Гнетиенко довел ее почти до нервного срыва Ну ты можешь там же делать Что ты на моей стороне-то делаешь? Ты посмотри, у меня сейчас она перестоит Ну что на твоем столе, твое, мое Ну потому что мне это место не хватает Боже мой Мужчина должен быть умнее, достойнее А у Ивана до сих пор не получается приготовить вип-утку Это уже не первый ужин, когда Иван не может справиться именно с этим блюдом На свой страх и риск шеф выдает эту утку в зал Придется ли по вкусу Сергею Шакурову такое блюдо? Ничего особенного Я ел получше А Оля продолжает мучить ризотто Которое сегодня и никак не дается Ризотто уже, Оля, давай мне уже Да, я жарю грибы Я сейчас вас предупреждаю, ризотто не получится Закрою вашу кухню, это точно Сейчас все зависит от Ольги Медведевой Приготовит ризотто Вся кухня продолжит работу Провалит позицию, может собирать вещи Ризотто, Оля, сюда, сюда, сюда Все, 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 отдаю Несмотря на прессинг шефа Игнитиенко Оля справляется с ризотто А тем временем Иван и Женя никак не разберутся с работой на горячем участке Пока Леша наблюдает в сторонке Оля Медведева уже начала не только зашиваться, но и заговариваться Отдаю панакоту Какую панакоту? Ой, что я несу? Так, давай, давай, не смеемся, хорош Пагетция даем Паста Ольги готова Пора нести ее шефу Ну, как можно вот сделать такую пасту? Ну, не нужно загладить Это ужасно, ужасно А Женя и Ваня продолжают выяснять Кто что делает Давай мне, я лосось жарю Рома, ты жарил лосось? Я сейчас не могу, мне надо утку, я на трикот Я просто говорю, я жарю лосось Молодец Что вы мне дадите? И пока они спорят, гости сидят с пустыми тарелками и пустыми желудками Терпения, конечно, уже все меньше и меньше Но еще можно немножко потерпеть Терпение шефа на исходе Однако он очень лояльно настроен сегодня И вместо того, чтобы закрыть кухню Принимает неожиданное решение Закрываем все горячее И начинаем отрабатывать десерты все вместе Это понятно? Да, шеф! Но удивительное дело Повара продолжают выяснять, кто чем займется и сейчас Равиоли берем Жень, да я уже делаю равиоли, е-мое Давай, я панакотт так делаю Я делаю панакотт, Жень Я деликатес тогда делаю Я говорю, что я это делаю? Я буду носить Работа над десертами закипела Дорогие гости, мы отдали вам все десерты Ужин закончен Всем спасибо Второй ужин черной кухни едва не закончился провалом Подводим итоги нашего непростого ужина Были удачи, были неудачи И были откровенные провалы Мы топчемся на месте с этим временем Вот просто какая-то сказка о потерянном времени Нет, ну там пошло заваливание в самом начале По тому, как была подготовлена кухня Как были сделаны соусы Алексей Гнетиенко наплевательски отнесся к работе над заготовками Это поставило под угрозу не только ужин, но и репутацию шефа Алексей, от вас я не ожидал такой ужин Из-за некачественных заготовок Ольге пришлось прямо во время ужина пережаривать грибы А Семену переделывать соус, который он заготавливал Семен, если речь идет о соусе, в котором чеснока больше, чем следует То желательно выслушать внимательно и принять это к сведению Полностью провалился участок пасты-ризотто, на котором работали Гнетиенко и Медведева Но вместо взаимодействия Леша только командовал, чем окончательно выбил Ольгу из колеи Вы знаете, что вы отдали безвкусное ризотто? Ольга отдает ризотто, Роман пробует Еще два чека рядом стоят в ужасе То есть это никуда не годится Подводя черту под этим ужином Хочу сказать, что сегодня практически ко всем есть вопросы Более-менее бойко отработал Рома на своей позиции Поэтому Рома будет номинировать Да, шеф Десять минут, время пошло До финала осталось всего лишь три вечера И уходить в такой момент очень страшно Перед Романом очень сложная задача Еще вчера он сам стоял перед шефом Сегодня ему нужно номинировать слабейших Побор сложен у Романа От волнения и напряжения они наделали много ошибок Сегодня сыром забыл подсыпать Цезарь один ушел в зал, да Вот это лапа Я бы мог вначале завалиться Но если бы я стал на горячее, была бы... По вине Алексея Гнетиенко были испорчены заготовки для блюда Сам Алексей считает, что его подставили Вот ты мне скажи, вот эти два рваных лосося, которые шеф показывал Так неудачно кто-то вынул из пачки Потому что я, блядь, тут просто голову на отсечение даю Что вчера с чешуей, ладно, я, блядь, согласен Блядь, ни один, блядь, рваный кусок там не был Понимаешь, в чем дело? Алексей намекает Ивану, что в некачественных стейках Которые заготавливал он сам Виновата Женя Ныркова А в том, что на ужине полностью завалился участок пасты-ризотто Где Алексей работал с Ольгой Виновата Оля Он меня так разозлил, что даже по парику уже стучал, чтобы пар спустить Иван Лазарев старался, как мог, снова завоевать расположение шефа Ему даже удалось выиграть очередной конкурс, но не ужин Утку, которую готовил Ваня, то и дело возвращали из зала обратно Профессионная Еще устал ее очень Женя Ныркова на грани срыва Из-за этого она не смогла найти общий язык с Иваном Выясняя отношения, они задержали горячее И шеф закрыл этот участок Значит так, если ты остаешься здесь одна Нет, ты сейчас меня послушай и рассмотри Будь очень-очень-очень аккуратной Выжить среди этих людей Слушай, сейчас такое уже нездоровое соперничество начинается Я вижу, что человек видит, что у меня там, допустим, подгорает или еще что Он ничего не сделает Обязательно, если ты встаешь на какую-то позицию с ним, обязательно проверь все свои заготовки Чего ты готов пойти на все? И тебе просто самое главное, чтобы ты там сохранил свое здоровье Чуть что, а с *** его половником Сейчас шефу предстоит сделать очень непростой выбор Выгнать первого из шестерки сильнейших Номинировать будет су-шеф сегодняшнего ужина Роман Смирнов Первый номинант Ольга Медведева Сегодня были огромные вопросы к ней по поводу работы Она один пашот переварила, второй не доварила Паста не удалась, соус на «Цезарь» не удался Второй кандидат? Второй кандидат Кого же назовет Роман? Семена, который растерялся на салатах? Алексея, который испортил заготовки для спецпредложения от шефа? Или Ивана, который завалил горячий цех? Алексей Гнетиенко Алексей не командный игрок, он порой заваливает своих товарищей Даже с тем, с кем он стоит на одной станции Сегодня, например, он встал на позицию паста-ризотто Он приготовлял только «Цезарь» и только «Гарниры» То есть и пасту, и ризотто готовила Ольга Я считаю, мы одна команда, несмотря на то, что мы вне ужина каждый за себя И я думаю, что мы должны работать как единая команда Он действительно не командный игрок Что же будет, если он окажется шефом? Алексей и Ольга, выходите сюда Шеф устал от постоянных скандалов на кухне Которые происходят по вине Алексея Алексей, я вас слушаю То, что сказал Роман, это полный бред И я абсолютно с этим не согласен Поскольку ни аргументов, ни каких-то справедливых слов он не сказал То есть то, что я согласен с Романом, это тоже полный бред? Ну, шеф, то, что я кем-то прикрываюсь Уж это точно никогда не было здесь на проекте Вот чем объяснить то, как вы готовились к этому ужину? Шеф, по поводу лосося я признаю, это был косяк То он Алексея настолько надоел судьям, что они уже напрямую делают ему замечания Не говорите косяк, скажите, моя ошибка, мне это не раздражает Но то, что куски были все качественные и нерваны, как сегодня вы мне показали, это я даю 100% Вместо того, чтобы сказать слово в свою защиту, Алексей снова намекает на вину Жени Нырковой в некачественном блюде и спорит с шефом И еще мне интересно, что такой непростой сегодня участок, как ваш, я от вас не увидел ни одного ризотто, ни одной пасты Алексей сам распределил обязанности на участке Себе взял более простой фронт работы, гарниры, а менее опытной Ольге отдал готовить сложные пасту и ризотто Я ей предложил, она с этим согласилась Ольга, вы согласились? Да, что я согласилась, потому что я считаю, что на этой кухне не существует, слово не хочу На ужине шеф видел, что Ольга не справлялась одна на позиции и велел пастами и ризотто заняться Алексею Но Алексей предпочел оставить все как есть и позволить Ольге завалить участок Ну и в заключении вам буквально 20 секунд для того, чтобы вы мне сказали, почему я должен выгнать Ольгу и оставить вас Шеф, я сюда пришел не учиться, а доказывать, что я лучший И я намерен победить и открыть свой ресторан на те деньги, которые я выиграю Каждый раз доказывать, что я лучший здесь Знаете, Алексей, вот вы договорите эти все вещи И вот я чувствую, что если вы откроете свой ресторан, вот мне не захочется к вам прийти И вы полагаете, что победитель в этом всем шоу будет? Ну, я же к этому устремлюсь Так вы это уже решили, Алексей, вот что страшно И вы знаете, как вы потратите деньги, которые вы выиграете Вы не знаете одного Вам еще учиться, учиться быть справедливым, учиться быть честным Учиться быть человеком, который уважает других Учиться быть человеком, который знает другие буквы, кроме одной буквы, которая называется «Я» Все они совершили очень красивый шаг вперед, все до единого Гнитиенко, вот, никуда и не собирался идти Он за деньгами пришел, победу забрать, да и все Я верю Роме сегодня, и я впечатлен его смелостью Я отдельно буду наблюдать за тем, чтобы с ним ничего дурного не происходило А что с ним должно происходить? Я не понимаю, о чем речь То, что у нас с ним какие-то внутрики с самого практически начала, это наш личный Леша не взлюбил Романа с самого начала проекта Рома перешел ему дорожку на пути к сердцу Нырковой И теперь для Гнитиенко они враги номер один на шоу У меня очень удачные отношения с нашим Только с Романом, да? Я так понимаю, что со всеми остальными у вас любовные отношения? Нет, еще с Евгением у нас постоянно контроль Терпение шефа на исходе Он настолько устал от бесконечных споров Гнитиенко, что, похоже, готов выгнать его прямо сейчас За одно только поведение Так, во что вы превращаете процедуру удаления нерадимого повара с адской кухни? Ольга, у вас есть время, 20 секунд, сказать, почему я должен оставить вас на адской кухне и выгнать отсюда Алексея Я способна принимать быстро правильные решения в экстремальных ситуациях Я не поддаюсь панике, у меня крепкая нервная система Я привыкла брать ответственность на себя, признавать свои ошибки У Ольги очевиден рост, да? Очевидно, но очень такая хорошая, красивая динамика, да? В том числе профессиональная, то есть она здесь много мучается Ольга, как повар, вы считаете себя достойным продолжением участия в шоу? Я считаю, что я смогла бы шагнуть на следующую ступень Расскажи мне хотя бы про одну ступень, которую ты уже прошла здесь После того, как Алексей разозлил шефа, Ольге очень сложно убедить оставить в шоу именно ее Я считаю, что я учусь и мой потенциал еще не раскрыт Но шефу нужно выбрать Профессиональный, но склочный Алексей Или талантливая, но с небольшим опытом Ольга Возвращайтесь в строй Спасибо, шеф Неужели шеф решил выгнать одного из самых сильных участников проекта Алексея Гнетиенко Только за его характер? Ну это смешно, потому что мудрецы никогда ничего не знают А Алексей где? Куда все знает? Ну до свидания тогда, Алексей Алексей Да, шеф Есть вещи, которые я не приемлю Вы нетерпимы по отношению к людям И вы нетерпимы по отношению к слабым людям Поэтому я хочу, чтобы вы пообещали мне больше никогда не унижать людей, которые слабее вас У вас есть мужество для этого? Конечно, шеф, я никогда их не унижал Никогда не унижал? Я сейчас не понимаю, что вы говорите Не понимаете? Нет Если можно, провести пример Примите упор лежа, как это сделал Роман Шеф проверял настойкость Романа Роман доказал всем, что он готов сражаться И только Алексей посчитал такое поведение недостойным мужчиной По мне это чмо, а не мужчина Сможет ли Алексей Гнетиенко переступить через себя и выполнить команду шефа? Принимайте упор лежа, я никогда не буду хамить людям, с которыми я работаю Я никогда не буду хамить людям, с которыми я работаю Если вы сейчас улыбнетесь, то будет еще хуже Вставайте Я был в шоке просто Я, конечно же, не ожидала Запомнили вы это? Да, шеф Я вас услышал, шеф Больше этого не повторится Отправляйтесь в строй Неужели шеф и на этот раз никого не выгонит? А сюда идет Иван Понимаешь, почему я сюда вызвал сейчас тебя? Ну да, наверное, шеф Понимаю Я тебя уважаю как человека Но профессионально на сегодняшний день ты слабый Повар, который не может быть в числе пяти лучших Это мой выбор Надеюсь, что ты его уважаешь Конечно, шеф И я надеюсь, что я тебя увижу в Петербурге Да, шеф В своей команде Снимай куртку Ты молодец, со мной у тебя получится работать Спасибо Все Давай Шеф пригласил Ивана работать в один из своих ресторанов А что может быть лучше признания самого шефа? Иван покидает проект победителем Я думаю, что я вообще еще не раскрутся полностью И когда-нибудь это произойдет Ребята, я вам желаю победить Вы молодцы В черных кителях осталось всего пять поваров Ольга и Алексей только что были на волосок от покидания адской кухни И если Ольге нужно собрать в кулак и волю, и знания То Алексею придется полностью пересмотреть свое поведение Для меня нет различия между хорошим профессионалом и хорошим человеком Я не буду работать человеком, который считается высоким профессионалом И не показывает высокие человеческие качества Поэтому переоцените то, что происходит Да, шеф Я надеюсь, что вы поймете, переоцените и сделаете выводы Иначе вы полетите вслед за Иваном в следующий раз Просто на следующий день Понятно? Нет, шеф Ничего не понятно Я не готов перестраивать все свои человеческие качества для того, чтобы понравиться всем Я не хочу быть удобным для всех Я такой, какой я есть Я не считаю, что если у вас накопилось терпение какое-то Тогда я могу уйти прямо сейчас Это гордыня Когда мнишь из себя на бог я не знает кого И тут тебя осаживают, говорят, кто ты есть на самом деле На самом деле Но ты с этим не можешь смириться Можешь уходи Если ты можешь уйти, уходи Удивительно Даже в такой опасный для себя момент Алексей продолжает спорить с шефом Сейчас в Алексея борется гордыня и жажда к победе Что возьмет верх? Да, я тогда уйду Он решил переступить себя через себя на одну минуту Но все равно он сдался и открыл свою, снял свою маску Я уважаю честное решение Спасибо, шеф Удачи Спасибо Частливо Я так понимаю, что не перенес Алексея унижения Мы сомкнем ряды Мое отношение к Роману, оно изначально не серьезное То, что он понтовый и занущий Там не мозгов, а это только хитрость Когда мы стояли в одной линии, меня рассмешило Как он сказал Вот я завалил команду Когда я завалил команду То, что людям не нравится То, что я часто говорю и я Это их комплексы и проблемы Я не готов был унижаться Бегать на задних папках Не собираюсь молчать Не хочу мириться с говном, которое происходит Но я сделал свой выбор Ушел человек, который, по вашим словам, вам мешал быть командой Я рад, что он сам принял это решение Потому что после его слов «нет, шеф» выбора он мне не оставил Завтра очень сложный день Два конкурса, мастер-класс и ужин Вас четверо, в сутках 24 часа Ну что, вы готовы бороться дальше? Да, шеф! Вперед! В следующей программе Скандал на адской кухне В ресторане шефа Кое-кто окажется беременным Я переживала Узнав об этом Семен впадет в ступор О, Господи, что же делать? А Романа эта новость приведет в полный восторг Беременные женщины, особенно красивые Ее так мило, вообще пипец Беременность перевернет все с ног на голову На адской кухне По-человечески прошу Не берите грех на душу Шеф окажется в крайне затруднительном положении Выйдешь замуж? Не переживай И у шефа не останется выбора Кому-то из девушек придется покинуть проект Из 16 их осталось только четверо Сильнейшие повара адской кухни Сражаются за титул лучшего повара России И приз 3 миллиона рублей Кто на шаг приблизится к заветной победе А кто навсегда покинет адскую кухню Смотрите дальше Все только начинается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok